Источник Добровский, насчет старославянских советов наших православных советов, и современных советов, и русских, в контексте АТС, простых, англоязычное население сейчас без земной шартости захватывается. Ярмана, Индия. Ну, вы поняли. Я, знаете, увидел, что вы сказали, что там не белковый. Ну, вы поняли, о чём мы сказали. Значит, как бы сделать так, чтобы старославянское, не всем понятное сейчас современной нашей молодёжи, особенно в ревизии, я имею в виду православной церкви, перевести вот именно... Возьмите, простой, даже не ревизию, а слово «палкуер». И вот, считаешь, когда по старославянски, ну, не ржутся, вы ничего не понимаете. Понимаете? Когда мне начинают переводить, тогда уже начинают осмысливать. Я говорю, да, это великая статистическая поэзития. И тут же отношения меняются. Вот так же... А сейчас я знаю, что наша не только епартия начинает ещё против, чтобы вести службу, например, даже на новом, на русском, а не на старом, на современном. Почему просто? Может быть, потом перейти. Я понимаю, я ихнюю... Тору, ну, вы поняли, понимаю, в чём. То, что, как говорится, икона наморена, так и книга эта... Ну, я перед прошлым снимаю шляпу, как говорится, вы поняли, да? Я всегда это делаю. Я живу по такому принципу. Перед прошлым поклони, живи настоящим, надеюсь, она будет. Так это, это история. Вот поэтому мы ваше отношение к этому. Ну, та письменность, которая используется сейчас, вот, церковно-фалянская, о которой вы говорили, это письменность Кирилла и Мефодия, которая была создана ими для болгар, но не для русских людей. То есть, с помощью этой письменности звучание русского языка невозможно передать. Только лишь после подвига Ломоносова, который сумел реформировать эту письменность, появился рассвет русской поэзии, литературы. Так же? Только лишь после Ломоносова, который реформировал эту письменность. А они, это не для русских людей, сочиняли эту письменность. У нас было... Сами Кирилл и Мефодия говорят о том, что они уже тогда имели русское Евангелие русскими письменами писанную. Это заявление Кирилла и Мефодия. И они уже, пользуясь вот этой нашей русской письменностью, то есть, да, руницей славянской, они уже поставили письменность для болгаров. А сейчас просто она, как бы, в современной церкви она, как бы, прижилась. Естественно, невозможно звучание русского языка в этой письменности передать. Я с вами абсолютно согласен. Еще вопрос похожий. Вы извините, но это потому что можно дефектировать. Вот взять наш казачий язык. Не только русский, но казачий. Он отличается от русской языки. Ну, корни на огне. И я так, я не знаю, на улице, ну, просто до меня заходило. Я расшифровываю, как вы считаете, правильно? Слово-то манико. А, да, отец. Манико. Как вы видите, сейчас я впервые это слышу. А я знаю по-нимески, ман-мучина. А какая разница? А я слышу. И, может быть, по истории, я не знаю, я тоже не знаю, но я так догадываюсь. Вот возьмите наш двуглавый орел. У Польши одна голова. У символа государства. У немцев одна голова. У американцев одна голова. А у нас две. А почему? А потому, что наш язык сохранил и азиатский, и даже китайский, и даже японский. И все влилось в одно. Мало того, корни, я понимаю. А может быть, наоборот. Ну, не знаю. Ну, где корни пошли. У нас не сопередливо. Вот вы сказали про ура. А ура живет. Ураган. Ура. Это русское слово. Я подумал, радуга. Ра. Само слово ра. Это что-то светло. Ох, да. Слово, да. Да. Урал. Такимон. Ура. Наши... Скажи, вот я читал, вот же. Слава тебе, Господи, что мы казаки. Ну, пришелка была такая, сейчас не знаю. Там расшифровывается вся наша атрибутика, одежда ее не будет. И плюс слова, что как... И вдруг ее доходит. Евангелие. Я не знаю, впервые, может быть, от слова «дела». Первое, я подумал. Это женщина. Евангелие. Слово это, как Библия. И вот, когда сидишь, там один встань. Один встань. Ну, вот, думаешь, я ошифровываю. Ева, потокрент, это соединительное. А Гелиос, это у нас что, Солнце? Ну, Гелиос, а Газ, это у меня. Я думаю, значит, это наука. Опять отсутствие одно. Нет, первое, Ева, первоначально. А это наука? Это наука. Космос. Значит, выходит, это регион. Ну, это, извините, именно... Это и вы там подковали сильно, так что... Это бывает, что философия там с тобой. А сейчас, ну, так, дискуссия, вы вот так, извините. Поэтому я вопрос. Я вам сейчас не привыкну. На самом деле, наши дети так говорили, что каждый корень в русском языке имеет до 50 значений. Можете представить, до 50 значений, но все они близки по значению друг к другу. Насколько был совершенный язык, что, вы знаете, каждая буква имеет аналог циферный. Так же? И если, это, одни и те же, ну, различные слова с одним и тем же значением брать, переводить в цифры, в сумме получается одна и та же цифра. Насколько совершенный язык был. Продолжение следует...